МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Бузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о выборе спутника жизни. Искатель приключений Вадим. А невеста у нас Екатерина. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Я пришла убедиться в том, что настоящие мужчины не вымерли, как динозавры, и помогут мне в этом мои подружки Нелли и Надя. Екатерина, 28 лет. Обставляла квартиру возлюбленного, покупала продукты и даже сообщила ему, что ждёт ребёнка. А он на одно из свиданий привёз все её вещи. Екатерина, ведущая кулинарной программы, признаётся, что не умеет готовить. Может говорить голосом Ринаты Литвиновой и изображать кисель. Мечтает стать актрисой. Предупреждает, что в отношениях предпочитает брать инициативу в свои руки. Екатерина не приемлет гламурных мужчин и маменькиных сынков. Ищет цивилизованного панка, который не испугается её напористого темперамента и оценит искромётное чувство юмора. Оцени, что там звёзды тебе подсказывают. Ну, девчонка по жизни. Просто девчонка. И всегда такой останется. Несмотря на то, что 28 лет уже довольно зрелый возраст, в душе вы всегда будете, конечно, такой же весёлый, бесшабашный. Ваша основная внутренняя цель – создать вокруг себя тусовку, круг общения, круг друзей. И к мужчине вы тоже пытаетесь всё время относиться как к другу, как в детской песенке. На «Медведя я, друзья, выйду без испуга». В общем, он получает очень много живого общения, какой-то совместной активности от вас. Любопытный, любите совать нос в дела мужчины. Иногда делаете это слишком активно. Но мужчина может недополучать с вами чувств, чувствительность, эмоции. Но, к сожалению, вот этот типаж человека практически неизменим по жизни. Я влюблён, ребята. Это же отлично. А мне, Катюша, представляется ведь такой стрекозой из басни. «Лето красное пропела», «Оглянуться не успела», что у нас уже 28, а она всё весёлая, да распрекрасная, да брать никто не хочет. Но если я буду грустная... А потому что мужчины не любят слишком весёлых. Они любят, когда над их шутками смеются. А надо смеяться, а надо для этого шутить хорошо. Поэтому, дорогая моя и мои коллежанки, мы либо сегодня замуж её выдадим, либо посмеёмся. Мне нужно, чтобы пахала постоянно, короче, чтобы она мне не доставала вообще. Я знаю, что вы вообще говорите голосом Ринаты Литвиновой. Вот, да, грешна. Ну, я думаю, каждый же день в каких-то особых случаях, как вот сегодня, например, у нас программа. Ну, сегодня, безусловно, на особых случаях. Ну, давайте, давайте пообщаемся. Ну, давайте. Ну, я даже не знаю, что сказать. Вообще, на самом деле, сейчас, не дай бог, смотрит меня гражданка Литвинова, мне будет очень перед ней неловко. Потому что я, на самом деле, не имею никакого права пародировать её, но мне просто однажды проснулся этот талант, которым я, кстати, тоже не могу никак кого-нибудь там заорканить. Но, в общем, он у меня есть. Знаете, такой вот бесполезный талант. Моя птичка. А ещё, а ещё хотите? Очень. Только уже другую. Моя девочка, давай. Подождите ещё вот. Ой, то ли ещё будет. Так, так, так. Улыбка красивая, глаза красивые вроде. Так, уши есть. Ну, я пропою строчку, а вы скажете, похоже или нет? Наверное, Саша, как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоём, вы со мною. Александр, вы пара. Шикарно. Ну, похоже. Очень шикарно, конечно. Не похоже. Да похоже, Родин. Ну, Родин, ну что вы. Не похоже. Я вам, наоборот, нравится даже больше всех. Вы мне вообще даже не помогаете. Почему, потому что татарты, что ли? Вы посмотрели наши программы. Кто? Вы. Я? Лариса меня всё время подначили напоминать. А почему тогда нравится? Нет, Родин, например, а не мне. Вот именно. Нет, вам, я так понимаю, вообще как пойдёт. Вам, на вас никак не повлиять, потому что вы такая... Потому что я непредсказуема. Все думают, а вот сделаю-ка я вот такой хвостик и глазки не накрашу. Гузей его вроде любит и жалеет страшненьких. Я их приду, а я говорю, что ты такая страшная-то пришла. Понимаете? Или наоборот, думаю, вот я сейчас выпендрюсь, где нравится красавица. А настроение не то. Поэтому, девочки, за 4 года не повторяюсь. Девушка всё-таки какая-то... Интересная. Да, интересная девчонка такая. Она очень... Она, знаешь, постепенно как-то раскрывается. Катёш, как это так? Работаете на кулинарной программе, а готовить не умеете? Это был рискованный шаг. Как показала практика, хотя, как показала практика, не такой уж он был неправильный. Я готовить не умею, ну вообще вот. Ну вот я умею чай разогреть. Ну там, чайником щёлкаю. Вот запомните, для того, чтобы стать хорошей женой, мы прямо сегодня мастер-класс. Значит, этого нужно стыдиться, что вы не умеете готовить. Потому что вам не 11 лет, понимаете? А вам 28, это уже правда много. Поэтому хотя бы какие-то простенькие блюда, но вы должны готовить. И говорит, любимый, все говорят, что я не умею готовить. Но для тебя и ради тебя, родной мой. Что ты любишь? Тевтельки? Вот я прямо сейчас буду тебе их готовить. Это будет крах наших отношений после моих тевтелек. Это не самое главное для Русланка. Мужчину сначала надо накормить, приласкать, а потом уже просить шубку и всё остальное. Ну так что у нас с парнем? Плохо. Почему? У нас была разница в возрасте. 19 лет, но мне от этого только, ну, во-первых, не то чтобы там завидовали, но я сама себе завидовала. Потому что талантливый, взрослый. В инвалидной коляске вы его взяли прямо и... Нет, ну он не такой ещё плохой. Да? Нет, ну там функционировал он как человек, как мужчина. Вот, так что до инвалидной коляски ещё не скоро, надеюсь, ему. Ну, и в общем, я его так как-то быстро там... Не дала ему, в общем, возможности раскрыться и провести себя как мужчина. А там ни жены, ни деток, ни... Вот у меня мама тоже сразу сказала. Говорит, Кать, тебе это не смущает, что жены... Нет, ну, естественно, какие-то отношения были, но брака не было, детей тоже нет. Я смотрю и понимаю, моё, ребята, надо брать. Ну и, в общем, когда я начала там как-то обустраивать его очень сильно, холостяцкое... Его гнездо. Ну, он съёмная квартира его была, да. А, тогда ему-то какая разница. Наоборот, хорошо, пришла, помыла, всё, по стерушку устроила. Понимаете, дело на них... Задовески повесила. Новые причём. Там на ухню всякую там ерундовину... А он что говорит? Всю жизнь жил в коробке из-под апельсинов, а тут на тебе шторы. Да? Я не могу сказать, что он был сильно рад. За что полюбили тогда? Ой, ну а за что вот любят? Ну, он у меня произвёл очень сильное впечатление. Он... Она любила свои чувства к нему. У меня талант, я так понимаю. Да, да. Лидер она, я не знаю, кто она по городскому, но... Лидер. Да, с ней будет сложно, да. Казалось бы, ну, женись быстрее, полтинник. А тут красивая девчонка молодая, шторы вешает, ботинки моет. Ага, по 48 раз ему на дню звонит. Да с ума сойти можно. Ну, зачем? Второй, вот, второй пунктик мастер-класса. Первый хорошо готовим, второй. Не надо звонить по 48 раз. А мне казалось, ему приятно. Да? А он вам говорил о том, что ему приятно? Отвечал на все звонки? Ну, потом уже стал не брать, перестал брать трубку. Ну, в общем, были какие-то тревожные такие уже для меня сигналы. И вот даже был такой момент, когда я уже даже думала, что у нас будет ребенок. Ну, как я себе это видела? Потому что я говорю, Виталик, у нас будет ребенок. Кажется. Кажется, да. С Виталиком что было? Он как Бэтмен в форточку. И даже занавеску вашу никак не потревожил. Прямо как она так заколыхалась после его отлета, да? И остались вы при своих занавесках и чисто на драяных полах. Да, да, да. Он мне сказал, что только надо... Во-первых, он зацепился, вот как вы, кстати, за слово кажется. И он сказал, так, надо к врачу сходить. А, ну, для меня это правда был таким, ну, болевым ударом. Потому что я думала, что сейчас будет радость, что мы сейчас пойдем сразу же там купим широкие свитера, там романтичные такие вот. Да, 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 да. Ну, ЗАГС там, да. Ну, короче, меня отвели как какую-то собаку на стерилизацию, в общем, к врачу. Ну, а потом оказалось, что, в общем-то, была ложная тревога. Но для меня это был такой уже печальный сигнал, что все идет на спаль. Ты не хочешь детей? Ну, я морально не созрел для детей. Надо еще месяца два. Тебе уже 25 лет, Саша. Я чувствую, что морально зрею, зрею и скоро созрею. Как бы не перезрел. И на очередное свидание, когда я собиралась сказать, эй, детка, ну, я чувствую, у нас какой-то разлад. Ну, я думала, я такая сейчас крутая, приду там, дверь с ноги, а в итоге он мне принес пакет с моими вещами. Вот такая вот шняга у нас случилась. Вот такая шняга. Я думаю, что она вряд ли будет наступать на одни и те же грабли несколько раз, поэтому я думаю, что человек, в принципе... Ну, люди регулярно наступают на одни и те же грабли и постоянно учатся на своих ошибках. Не хочется быть интересной, на каких грабли она наступала. Кать, это здорово, что вы до 30 лет получили вот этот опыт. Да и он не один. Вы девушка сообразительная, умная, в вашей головке должно это все отложиться. И в следующий раз, вот для чего нам такая длинная жизнь? Чтобы не повторять своих ошибок. Ну, или хотя бы часто их не повторять. Хорошо? Поэтому сегодня сначала покажете мне кисель, потому что не покажете кисель, не позову женихов. Если я сейчас покажу кисель, то, может, женихи, знаете, сами 150 раз не захотят выходить. Да, значит, они дураки, значит, просто сейчас нам принесут сюда минстан. Опять очередные дураки. Вкусные закусочки. И мы устроим девичник. Зачем нам те женихи? Вот обещаю вам. Провинциальные парни любят кисель. Пожалуйста, клубничный. Ну, в общем, я кисель. Я киплю в кастрюльке. Господи, он такой дебильный на самом деле. Я убью тебя. Я никогда замуж не выйду. Зачем? Кто меня за язык тянул? Ну, в общем, я киплю в кастрюльке. Да, только вы падаете со мной. Конечно. Я говорила, что я кисель? Да. Ну, кисель. Я киплю, я киплю, я киплю, я киплю. Она кипит в кастрюльке. Первый этап киселя. Кипение в кастрюльке. Значит, я киплю, 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 киплю. И я выкипела. Я побеждала, что это не очень оригинальный номер. Ну, молодец. Оригинальный. Главное, Родине досталось. Да, хорошо. Эх, мать. Вставай. Спасибо вам большое. Ну, дом тебя замуж выдан. Ну, ё-моё. Вы понимаете, какая у меня сложная ситуация? Да не сложная. Оставьте подушки, за вас все сделают. Я с ними сроднилась уже. С головой у тебя, Катюшка, сложно. Да, совсем сложно. Да, мой хороший. Что там голова? Пока здесь не будет скучно. Да. Жизнь, а праздник будет. Да. А по бот придану можно спросить? Да, нужно. Там у нас такой списочек. Прямо вот читала, мой хороший, до слез растрогала. Живет в съемной квартире. Да. Есть два ДВД-магнитофона. Пара флешек. Четыре гигабайта. Четыре гигабайта. Но вы такое сокровище. А нет, у вас фикус еще есть. Да. И не один. И а в чем ваше тогда достояние? Ну, понимаете, если бы я сейчас пришла и сказала, что у меня... Может быть, я как, знаете, как подпольный миллионер-корейка. Может, у меня там все в закромах родина. Вы денежку какую-нибудь приносите? Или как-то мотивируете мужчину? Счастье приношу, радость. Один Киселеван этот идиотский. Чего стоит? А вы хотите цивилизованного панка. А панку, между прочим, ничего не нужно. А он цивилизованный. Это должен быть молодой человек, который примет мой, ну, возможно, некоторый там безбашенный образ жизни. И который примет меня со всем моим там каким-то сумасбродством, который, возможно, мне не играет на руку. Но он во мне уже есть, 28 лет во мне там сидит, кипит. Я думаю, что, в принципе, это типичный экземпляр сайта знакомств. А скажи мне, пожалуйста, Катюш, будем рассматривать простого паренька? А что подразумевается под простым? Сантехник, монтажник. Рабочая специальность. Рабочая специальность. Ну, вот, что греха-то есть, безусловно, мне, поскольку все люди, с которыми меня сталкивала судьба, они были, ну, почему-то, большинство, люди творческие. И сантехниками меня еще в жизни сталкивало. Певец. Певец, значит, артист. Да, то есть, в принципе, сути не меняет. Вот Саша простой, интеллигентный, красивый, воспитанный. Нет, ну, хотелось бы, конечно, чтобы обеспечивал семью, точно так же, как и я. Сколько надо? Сколько у него? Какая зарплата должна быть? Ну, до 100 тысяч, сейчас у меня опять вся провинция будет, это Москва. Да, для региона это сумма. Значит, ну, так вот парень из региона как раз-то и... Так я-то не в регионе, я же в Москве. Ну, до 100 или после? Ну, давайте вот прям где-нибудь 100. А вы сколько зарабатываете? Вот где-то так же. Саша. Саша, запоминай, в два раза больше скажешь. Я считаю, настало время уже знакомиться с женихами. Идите, знакомьтесь с первым женихом. Привет. Здравствуйте. Я покорен твоей красотой. Ты привлекла меня своим, своей активностью, своим красным платьем. Господи, вы первой, кого я привлекла этим. Я думаю, что у нас будет все как в сказке, глаза в глаза и мир застыл. Вот мой подарок. Ты откроешь его. Сейчас его открыть? Ты можешь открыть его сейчас, но открыть его позже. Это совершенно... И давайте я сяду, я посмотрю. Конечно, конечно, конечно. Хорошо? Спасибо вам. Я приготовил также подарок для наших ведущих. Я хотел бы вам подарить каждый подарок. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так вот. Спасибо. А что такое? Не знаю, я прямо сразу посмотри. А вы пока расскажите, с кем пришли. Я пришел со своей сестрой и своим лучшим другом. Сестру зовут Азиза, моего друга зовут Симофей. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Вадим, 31 год. Владелец студии звукозаписи. Гордится двумя высшими образованиями. Мечтает встретить инициативную девушку, которая будет скрашивать его досуг. Предупреждает, что интимные отношения ставит на первый план. За год семейной жизни Вадим не смог договориться с женой, в какой ресторан ходить и какую передачу смотреть по телевизору. Надеется, что с Екатериной его вкусы совпадут. Спасибо, во-первых, за подарок. Очень-очень в тему такой. В тему, абсолютно. Спасибо большое. Мы не стали вписывать специальные имена, поэтому вы можете подарить этот подарок. Огребное спасибо. Что звезды говорят о нашем женихе? Соединение Луны с Ураном в Стрельце в квадрате к Марсу. Человек, который бурно умеет реагировать на все происходящие события, иногда свою реакцию на эти события делает сознательно ярче, вдруг кто-нибудь не увидит. Ну, это, в общем, такой немножко истерический типаж. И в отношениях не очень простой. Девушка нам нужна легкая, если не легкомысленная, отходчивая, необидчивая. Та, которая будет на многое согласна. Вот не знаю, мне кажется, что Екатерина продемонстрировала свою способность соглашаться с мужчинами, как-то им идти навстречу. Вполне может что-то получится. Ну, мы сейчас разберемся. Я думаю, у него на нее несерьезные планы, в отличие от тебя. Вадим, жених неплохой. Более того, мне нравится, что уже и опыт семейный у него есть, и детей. Причем в семейном этом тандеме не было. Два плюса уже, собственно говоря, есть. И, кстати, ищет инициативную такую, активную женщину. Здесь, я думаю, что мы могли бы как бы в этом деле писаться, писаться, потому что вам равно, Катюш, в этом отношении нет. Жильем обеспечен, не женат, но у нас есть баянка. Вадим, мне кажется, что вы вот с Екатериной вот как два сапога, потому что вы хотите девушку активную. Я прежде все-таки считаю, что девушка должна помогать своему мужчине, быть ему помощником. Вы смотрите, Катерина звонила по 40 раз своему возлюбленному, это раздражало. А вам даже нравится, чтобы девушка вас доставала? И звонками тоже. Мне нравится, чтобы девушка все-таки уделяла мне внимание. И как бы меня выводило на первое место, что я у нее должен быть на первом плане. Поэтому вы выхватывали пульт у вашей возлюбленной, что она была уставлена в экран телевизора, а не на вас. Да, это так. Да, это так. Меня очень это злило, потому что я приходил в 9 часов с работы, уставал и хотел какое-то внимание для себя, чтобы это все-таки мне какое-то внимание уделялось. А тут она смотрела какую-то программу, какое-то шоу, которое меня реально напрягало. Я думаю, что они не смогут быть вместе. Нет, они разные. Мне интересно будет просто вместе. В каких условиях должна содержаться жена? Условия, я имею в виду, не материальные блага какие-то, а эмоциональный фон какой? Эмоциональный фон. Ну, как бы, как я сказал уже, что жена должна быть помощником, помогать. Она должна, как бы, хранить домашний очаг. Вы, в свою очередь, она спрашивает, что предоставите за то, что... Ну, как бы, мужчина, вообще, он, как бы, я считаю, что он должен тянуть лямку. То есть он должен полностью обеспечивать свою жену. Добытчик. Добытчик, да. Ему нужна женщина, которая в его компании будет тусоваться, в его тусовке. Понимаешь? Вопрос неправильно поставлен, Катюша. Ты должна сказать, что тебя делает счастливой прежде всего, тогда ему будет понятно, сможет он это сделать или нет. Счастливой может быть норковая шубка, кого-то, кстати, чаще всего. А для тебя, допустим, улыбка. Пришел с улыбкой. А муж на дуальке подарит норковую шубку. Это из разной. Не, ну, я в прежде учусь, я все-таки ищу девушку от слова страсти, а не от слова деньги. А, кстати, по поводу страсти. Вы считаете, ну, в принципе, и правильно, что сначала надо проверить девушку на тест по поводу интима. То есть интимная жизнь – это главное. Правильно? А в смысле тест? Куда ты лезешь? Значит, я правильно понимаю, что тестируете вы уже прямо на первом свидании? Не всегда. Это как получится. То есть подходит здесь, совместимость есть, значит, продолжаем проезжать. Да, я все-таки, как бы, брак построен на, я считаю, сексе. Да, это в первую очередь, как бы, потом уже есть человек. Мы можем крутиться вокруг да около полгода ходить друг с другом там, ой, а потом сказать, мы упали в постель, и сказать, мы другу не подходим, извините. А можем сразу же это определить. На каком свидании? Ну, я думаю, через две недели, как порядочное, уже все должно быть. Ну, да. В сексах. Назначено. Нет секса, нет брака. Дайте сейчас про вашу жену, с которой у вас не сложилось. Бывшая. Из-за чего она ушла от меня, это была, она надала мне, что я ей уделял мало внимания. Я очень много работал, то есть, как бы, она мне таким представила трудоголиком. Ну, вы за собой признаете хотя бы этот грешок? Да, да, да. Было дело? Да, да. Да, да. Ну, я работаю для того, чтобы жить хорошо, а не для того, чтобы как бы... Вадим, ну, после того, как она уехала и вам изменила, вы же ей простили? И предложили продолжить отношения? Нет, я, как бы, не совсем, нет, я ее не просил. Она в браке изменилась, что ли? Нет, мы расстались, но мы не развелись. Она уехала к себе, к родителям в Саратов. Я-то сам тоже из Саратова, как бы, мы вместе оттуда. Ну, и там нашла себе мужичка, да? Да, она через неделю нашла себе барни молодого, 22 лет, там, ему, ну, а 8 лет у меня младше, как бы, или на 6 лет, ну, в общем, там, на ее... Ну, неважно. Да, то есть помоложе, и в итоге она, как бы, началась с ним встречаться, влюбилась просто, как девушка, как женщина. И мы развелись, да? Мужчина должен признавать свои ошибки. Ушла, потому что я был таким, а не таким. Вадим, я думаю, что вы что-то приготовили для нас и сейчас покажете. Да, я приготовил. Я спою песню на нашей невесты. Я же не пригласил ее, надо позвать ее на сцену, обязательно присоединить. Посмотрите, сколько драматизма в этом лице. Сколько горя в лице его. Вот столько. Я думаю, что ему, в принципе, с этими девчонками можно и жить. Как прекрасен этот сон, но не станет явьем, и растает вновь с рассвета. Лишь коснется луч земли, ты останешься вдали, где любовь рисует лето. С теплой, ласковой волной и несбыточной мечтой. И несбыточной мечтой. Конечно, он такой прямо ромазотти, эрос. Он очарователен, он галантен, обходителен. А запилка, как в глаза смотрел. В глаза смотрел, вот это вот все. Это все очень такое мачус, мачусское. Это же приятно. Это же приятно. Да. А что нужно, чтобы вышел раздолбай? Нет, может чуть поздержим. Пусть будет зубы. Зачем зубы? Нам нужны. Хватит меня сладкое. Надо было тебе вот так вот сделать еще. Девочки, а вам как? Может, расскажете? Человек, который заходит и начинает с секса, ну... Меня сейчас на этот момент тоже... У вас всего 15 минут на все про все, чтобы выяснить. Нет, ну не нужно заходить и сразу говорить так. Но он не зашел. Это я не сказала. Это ясно на секс. Это Роза его промоцировала. Ну он согласился, он, собственно, подтвердил, что... А он должен, чтобы сказать, ой, да что вы, лучше жабу в рот. Терпеть я это делать не могу. И не буду никак. Подождите, золотая серединка существует? Между тем, чтобы там сумасшедшая в 2-8 лет говорите о серединке, что с вами будете в 50, как вот и Розе. Ну смотри, она тебя начинает защищать. Она защищает тебя, смотри. Две недели это впорядочное. Роза, как тебе Женик? Женик не нравится. Женикс, боль того, всегда себя прокормит. Он еще и юрист, к тому же. Мне нравится, пусть поет. Мне кажется, наши, когда мы смотрели друг на друга, да, глаза флюиды, вот зафлюидились. Значит, парень у дел, молодец, 31 год, зарабатывает и тем, что у него получается на сцене, и есть у него юридическое образование. Поэтому, я считаю, вас смиксовать, и получится то, что нужно. Мне кажется, она тебе все-таки вот как-то вот подходит. Я вам сразу сказала, мужчина истерик. Истерик? Истерик. Абсолютный в личном общении. Поверьте мне, там вот этой сладости не будет. Это все для студии. Он пришел, шляпа, красивая песня. Способен вспыхнуть, психануть, поссориться, конфликтовать. Он же живой, понятное дело. Правильно, скучно с ним точно не будет. Я думаю, здесь сегодня был единственный, достойный Вадим, первый мужчина, с которым можно войти в отношения. Он очень приятный, он образованный, он очень вежливый, воспитанный. Он такой красавчик. И то, что ему нужно, вы, это то, что ему нужно. Выйдешь? Конечно. За ней, да? Да. Ты думаешь, она зайдет к нам сюда? Я уверен, конкурентов вообще нет. Вы уже взрослый, вам 28 лет. Вот эта общага, коммуналка, арбат, гитара, пацаны, вот это посидели, пиво попили, покурили, потерли про творчество. Все, взрослая вы женщина. Переходите. Вадим. Соченька, помимо тех недостатков, которыми вы обладаете, у вас есть самая главная проблема. Вы, вы хотите замуж выйти для удовольствия? Нет там никакого удовольствия. Здравствуйте. А зачем туда ходить? Там работа, которая должна стать любимой, и моменты счастья, которые стоят того, чтобы выходить замуж. Ужас. Молодые послушали сейчас, Роза сказали. А она, собственно говоря, ничего не знает. Поэтому Вадим мне больше всех понравился, по крайней мере, я его поняла, что он хочет от жены и что требует. Поэтому хотя бы ориентировайтесь на него и учитесь у него. Вадим. Это нам надо. Скажите, что ты не знал. Ты загибный жилье просто. Вам нужен темный мужчина. Сегодня из представителей земной стихии был только Вадим. Делайте свой выбор сами, слышите свое сердце, мы вас поддержим. Мне уже и Тима, да, конечно. Мы не знаем, выйдет Катя одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте. Привет. Привет. Ну что, попоем? Конечно, попоем. Да, я вижу, что вы довольны. Вставайте рядом, я рада. О-о-о. Хорошо, что послушалась. Сегодня у нас есть пара, Екатерина и Вадим. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Удачи, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...